Значит, вот знаете ли вы фразу, когда вы лежите на постели и знаете, что вам надо встать, и вы говорите, я не могу, идите без меня. Вы знаете это, да? Или вот вы знаете, что вам надо худеть и сесть на диету, вы приходите в гастроном, как это сейчас правильно называется, ходите мимо полок, ну сначала собрали правильную еду, да, потом вы вдруг раз, и так что-то, ну, просто вдруг, ну, на всякий случай, да. Значит, вот и таких ситуаций миллион, понимаете, когда вы говорите, я все понимаю, но я не могу. Вот не могу это кто? Вот если я все понимаю, а вот кто не может? Вот, я долго работал психотерапевтом, как вы знаете, и у меня, значит, ну, много было пациентов со всякими страхами, всяких действий. Подняться на высоту, я был на всех, на Исаакиевском соборе, на этом все, ходил с пациентами. Метро не может ехать. И говорит, я не могу. Я ему говорю, не можешь вырастить третью ногу. Остальное боишься, да, не хочешь, да, не так тебе надо, и так далее, и так далее, и так далее. Но вот третью ногу вы вырастить не можете. Да? А все остальное ваше сознание просто не способно воздействовать на ваш мозг. Потому что в вашем мозге есть целое политбюро. Там сидит в подкорковых конструкциях политбюро. Рисую. Рисую подкорку. Это ствол мозга. У меня сегодня для разнообразия я решил рисовать под руками. У вас там сидит целое политбюро. Вы уже знаете, что у вас нет ничего единого центра. Потому что у вас существует куча всяких разных здесь ядер. В подкорке куча ядер. И каждое ядро, оно участвует в принятии решений. В зависимости от того, какие из этих ядер активизированы. Что такое ядра? Это скопление нервных клеток, которые отвечают за определенный функционал. Я много раз рисовал схему, что у нас есть клетки ретикулярной формации, которая производит психическое напряжение. И оно идет вот сюда и получает соответствующую направленность. В зависимости от того, которое активизировано. Если бы вы были собакой, была бы кошка, была бы собакой. Что бы произошло? Там приходит к вам девушка-собака. У нее течка. У вас вторая есть обонятельная система. На нее воздействовали феромоны. Они сюда воздействовали. Через соответствующие обонятельные все эти штуковины поступило бы, активизировало бы ядро, которое отвечает за сексуальное возбуждение. И дальше вы бы сделали какие-то наборы действий. Выполнили. Значит, вы это сознательно, что собака это делает? Нет. Просто активизируются соответствующие ядра. У вас тоже куча всяких ядер, которые отвечают за кучу всяких разных вещей. Мы их делим условно на те, которые отвечают за тайное поведение, за взаимодействие у вас как представителей группы, когда вы ощущаете, что входит вожак. Я помню, я нахимовцем был, и меня отправили. Я был маленький и симпатичный. Сейчас уже так. А тогда был вот. И меня отправили сидеть в президиуме. В президиуме сидеть. 71-е годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. И у нас в этом в мюзик-холле всех собрали со всех гарнизонов. Все с гарнизона приехали. А сидели генералы в президиуме. С той стороны суворовец, а с этой стороны нахимовец. И меня так что-то встречают. И я открываю, и у меня в глазах одни погоны. С большими звездами. Это что воздействие какое? На иерархический инстинкт. Я сразу хочу что сделать? Залезть куда-нибудь просто со страшной силой и не отсвечивать. Я еще ничего не понял, но уже точно надо бечь. Или просто делать три раза ку, и все на свете. Есть те, которые отвечают за половое поведение. Которые вызывают у вас ощущение того, что вам что-то нравится, вам симпатично. Вы думаете, вы с людьми общаетесь. Что вы, как бы сказать, чем руководствуетесь? Интересом. Это после таблетки, когда все поперезнакомились. Знакомые больше вызывают сексуальный интерес. Вы в курсе. А так вызывает просто симпатичность. И вы, как люди, не сходитесь, вам важно, чтобы человек был симпатичный. Еще был такой Отто Вейнингер, великий, которого Фрейд обвинял в том, что Фелис ему рассказал про теорию сексуальности, бисексуальности. И Вейнингер ее, значит, стырил. Но он не стырил, он сам был сумасшедший, мог придумать все что угодно. Плохо кончил, застрелился в 23 года. Снял для этого дом Бетховена, и застрелился в доме Бетховена. Художник. Это конструктор-рефлектор, да, вы понимаете? Значит, соответственно, у нас вот здесь с вами есть набор ядер. Эти ядра активизируются спонтанно, потому что идет возбуждение снизу, и за счет кучи всяких разных факторов. Значит, если вы сейчас друг друга повернетесь и погладите, то у вас выработается эндорфин, и активизируются соответствующие ядра. Я сейчас ничего не рекомендую, но вы имейте в виду. Значит, да, соответственно, люди, которые нам симпатичны. за счет каких-то наших собственных настроек, они точно так же вызывают у нас ощущение симпатии. А, я про Венингера вам рассказывал. Он говорил, что дружба просто так не бывает. Если дружба, там есть либидо. Что он имел в виду? Он имел в виду, что нам люди, с которыми мы взаимодействуем, активизируют у нас ядра, когда мы их допускаем в свое личное пространство. Вы знакомых допускаете в свое личное пространство, но тоже на каждый уровень. Если у вас начальник к вам подходит, вы что начнете? Слегка отпячиваться, если он так сильно к вам подходит. Если к вам товарищ подходит и начинает жамкаться, вы же думаете, что все в порядке. Это вы сознательно приняли соответствующее решение? Нет, у вас ядра реагируют на то, что происходит в окружающей действительности. Если они вам сообщают, что идет доминантный самец, а начальник, вне зависимости от пола, является доминантным самцом для нашего ядра, вы должны сделать три раза ку и отодвинуться. Если вам человек симпатичен, вы наоборот хотите приблизиться, присесть и так далее. Вы что, это сознательно решаете? Нет, это все процесс, который решается за счет... Чем я так расстроил? И там есть целое политбюро, которое отвечает за тревогу. Потому что, условно говоря, вы, например, накосячили и наврали своему товарищу про что-нибудь. И он приходит к вам жамкаться, а у вас там есть ядро, которое помнит, что вы наврали. И вы так раз и начинаете мерить там. Внутри головы начинается конструкция. Так, тревога, лучше, да? Чего вдруг меня вскроют, да? Почему там вот этот Алан Пис и потом Тим Рот в Лайтуме, понимаете? Ухо прикрыл, там рот прикрыл. Что такое? Да? Тревога, прячем, не слышали вот это все и так далее. Какие ядра за это отвечают? Тревоги, да? Они точно там же находятся, да? И то активизируется, и это активизируется. И дальше начинается, политбюро начинает принимать решения. В зависимости от того, совокупности. Они начинают голосовать. На какое расстояние мы сегодня допускаем друга? Жамкаем секунду? Пять или ноль, да? Значит, и вот это все здесь происходит в обход вашего сознания. Улавливать. И вы это все знаете прекрасно без меня, без либита. Вам не нужен либит для того, чтобы просто отследить. Значит, как вы вот приходите, например, с родителями встречаться, и у вас начинается дискуссия там внутри головы. Вот. Вы так заходите, если вы долго не виделись. Заходите. Так, сейчас тревога, да? Сейчас пополучу нагоняй, да? С другой стороны, надо же идти, там, любовь и все, прежние какие-то конструкции. И вы, значит, все это, значит, вот это вот и зашли, и там, мамуля, как дела? Да? Вот. Что вот это было? Сознательно? Провел анализ, вот искусственный интеллект вызвал, все, значит, данные считал и сделал это действие. Нет. И вам не нужен либит для того, чтобы понимать, при всем уважении к Бенджамину, вот, вам не нужен либит, чтобы понимать, что вами руководит вот эта штука, которая внутри находится. Значит, и она находится сама в дискуссии, да? Поэтому у вас всегда борьба всяких разных мотивов. Вот. Вообще, борьба мотивов, это такая вообще ключевая конструкция. Ну, ладно, я это сейчас не буду. Значит, вот. Да, значит, а что же делает сознание? Значит, ну, во-первых, давайте сразу оговоримся, я это все время оговариваю, но, чтобы вы тоже понимали, да? Значит, у нас сознание есть просто как вы в сознании, и вы не в сознании. Да? Сейчас вы все в сознании, никто не спит. Если кто-то спит, он без сознания. Ну, вот, значит, все остальные в сознании находятся. Значит, второе, что у нас есть. У нас есть вся куча всяких разных, как бы, знаний. Знаний, да? Вот вы знаете, как вас зовут, например, да? Я вас спрошу, собаку спросишь, как тебя зовут? Она молчит, не знает, да, не понимает. Вот. У вас есть куча знаний ваших, понимаете, которые вот это есть. И вы думаете, что это сознание. Но это просто набор, условно говоря, каких-то знаний, которые у вас в голове есть. Вот, значит, вот здесь у вас есть то, что включает ваше сознание. Вот это сознание номер один. Вот эти ваши знания, которые вы имеете, например, про то, что нужно быть худым. Ну, у нас сейчас у всех есть знания, что все должны быть худые. Долго рассказывали, показывали в журналах, значит, и прочее. Вот что вы должны быть худым? Это сознание или что? Да? Вы знание, да? Вы знаете, что должно быть это всток. Вот. Значит, это сознание номер два. И есть еще сознание номер три. Да? Это то, что вы концентрируетесь, это ваше, как бы сказать, условно говоря, сеть выявления значимости, когда вы фиксируетесь на объеме каких-то. Вот вы сейчас смотрите, да? Вот. И пытаетесь понять, что я говорю, там, ухватываете что-то. Если я буду говорить долго, вы потеряете мысль, да? Желательно, чтобы я говорил каждые три секунды конечную мысль, да? Как вот юмор, когда делают эти стендаперы. Тын-тын-тын-тын. А я куда-то туда пошел, сюда пошел. Вы пока меня нашли, понимаете, там уже все сознание потеряло. Зачем он это рассказывал? Значит, условно говоря, да, и у нас есть сознание, соответственно, как центр внимания, то, что называется оперативной памятью в психологии, да? Значит, и это сознание памяти. Что вы смеете? Вот. Да. Рабочая память, да, или оперативная. Это то, что у вас сейчас как бы вынесено на аванс-сцену вашего сознания, и вот эти три кубика, которые вы там перекладываете, и вот удерживать это в поле своего внимания. Значит, вот. Ну, это нам неинтересно, это нам неинтересно. Нам интересны вот это, да? Набор всяких разных знаний, с помощью которых вы пытаетесь управлять собственным поведением. То есть знанием, это связь нейронов, да, то, что вы должны быть худыми, должно повлиять на ваше ядро, которое хочет жрать, да, и которое эволюция многие годы, многие миллионы лет, значит, готовила к тому, чтобы мы же с вами животные, еще, понимаете, от самых примитивных форм. Вот. И оно нас учило жри, жри, вот. Далее жри, да, вот. И моих собак не любите. Они жрут вообще все. Ужас, невозможно. Вот. У них есть. И дальше вот вы рассчитываете, что ваше знание о том, что надо худеть и быть стройными, способно вам воздействовать на вот этот биологический... Причем он же не просто так, да, он же не просто сидит в какой-то жри, да. У вас дальше есть кровеносная система в организме, да. В кровеносной системе уходит кровь, понимаете, питательные вещества по ней ходят. Есть специальные датчики, которые мерят, что у вас там с глюкозой происходит, понимаете, куда она поехала, мало, много и так далее. И у вас она в течение дня вдруг раз спала просто из-за перенагрузки, ее нужно подобрать, расщепить что-нибудь в организме из запасов. Но вы-то, как бы, надо же выдержать это. Потому что он в этот момент говорит, жраку, 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 давай немедленно. Укопала же глюкоза, да? А надо же терпеть, сидеть, ждать, пока там оно поймет, что жраки не будет. А как оно поймет, если холодильник? Ну, оно не поймет. И вы дальше, понимаете, все. И вы рассчитываете, что вот это знание способно справиться с эволюцией, со всеми прочими. Но почему люди все-таки худеют? Потому что тратят больше, чем они худеют. Нет, это понятно. А почему они худеют? Активизируют другое ядро. Они хотят быть сексуальными. Понимаете, да? И говорят, боже, боже, все повисло, нет любви. У меня хороший. И вот борьба происходит здесь, между жракой и сексом. Но секс отставленный, а холодильник рядом. Понимаете? А ночью вообще ничего уже не контролируют. И просто можно доползти до него, открыть, и он светится на тебя этим глазом. И говорит, ну, чуть-чуть, и все. Да, значит, соответственно, реальная дискуссия идет здесь, в ваших подкорковых областях. И это всегда так. Не только про еду. Вот вам спортом вы собрались заняться. Значит, знаете, что надо? Спорт, здоровье. Что-то там, вот это, пробежка, все, сердце, 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 кардио это называется. Сиксардия это называется, кардио у них. Ну, допустим, что за здоровье интересует. Вот. И, значит, вот вы хотите здоровья. Значит, и вот вы лежите, значит, купили ботинки, эти кеды, чтобы бегать. Они у вас отложены, все, деликатно стоят, ждут, что вы в 6 часов встанете перед работой и будете бегать. Правда? Вот. Ради здоровья, да? И вот вы дальше просыпаетесь, да? Ваше сознание застает внутри, значит, катавасию, да? Потому что у вас есть программа, программа, что вы должны встать, да? И начать действовать. С другой стороны, у вас есть, конечно, лежи в кровати, да? Потому что природа, значит, вот вы можете себе представить зверя, который бегает просто так. Ну, вот просто вот он, ему незачем. Он просто встал утречком и побежал на прогулку. Размяться. С холодильника. С холодильника, да. Вот. И оставить холодильник без присмотра, да? Вы можете себе представить такое? Ну, вот. Это маловероятно, да? Значит, Дарья, почему люди все-таки бегают? Потому что это с здоровьем может случилось. Значит, может быть такое, значит. И вот я вам ответственно заявляю, что, значит, вот есть, вы приходите в кардиореанимацию, да? Вот. И знакомитесь там с людьми. И спрашиваете, как у них самочувствие. И спрашивают, хотят ли они курить. То вы обнаруживаете две противоположные группы. Одни говорят, я хочу со страшной силой. Ну, вот. А другие когда? Потому что у них в голове была идея, что курение связано со здоровьем и с инфарктом. И когда у них случился инфаркт, эта идея сплелась с этим страхом и с этим напряжением. И оно выбивает потребность в курении. Потребность в курении – это что? Набор динамических стереотипов. Динамические стереотипы находятся в карье, да? Набор как бы привычных действий. Но они удерживаются ядрами. Потому что если вы нарушаете привычный стереотип действий, значит, вы подвергаете себя риску, да? Если вы делаете что-то, что непривычно. Ваши ядра говорят, так, секундочку. Мы этого не проверяли. Мы не в курсе. Мы не в курсе, как ты будешь себя чувствовать, если не будешь курить. Вот мы знаем, что ты куришь, и все у тебя хорошо. Продолжай. Вот. Значит, а у этих, у них совпала идея с соответствующим ядром. И оно способно вытеснить вообще к чертовой матери, и люди просто 40 лет курили, полежали в реанимации недельку. Понимаете? И вообще просто отбило на при желании. Это они сознательно решили? Спросите у тех, кто просит, чтобы их от реанимации отпустили, чтобы они покурили там в уголку. Вот. Значит, конечно, это все происходит несознательно. То же самое и со спортом. Да, может быть, что человек испытал какой-то страх, и если у него есть идея, что вот эти спортивные мероприятия могут его к чему-нибудь сподвигнуть, то это будет фактором, который будет его подталкивать. Но это очень редко происходит. На самом деле бегают из-за секса. Это самые, как бы сказать, распространенные причины бега. И даже в этом есть какая-то логика, на мой взгляд. Вот. Значит, да. Ну вот. А еще дальше есть социальное давление. Да? Значит, это тоже у вас есть внутри... У вас есть дефолт-система. В дефолт-системе живут люди. Да? В дефолт-системе мозга. Там живут образы других людей. С которым вы могли пообещать, что вы что-то сделаете. Да? Почему есть ряд способов бросать курить или еще что-то, когда говорят, дайте обещание. Да? Я обещаю. Брошу курить. И дальше я знаю, что есть человек, который может мне сказать, что я иерархический... Как это? Низ. Потому что я обосрался. Да? Обещал, а не сделал. Да? Поэтому если мы берем и включаем сюда кучу людей, значимых, которым мы что-то пообещали, да? То вот вы лежите в постели, да? И дальше внутри вас начинается, вот в этой конструкции начинается, одно ядро говорит. Лежи смирно. Мягкая подушка. Все комфортно. Никто не стреляют. Недостаточно голодный, чтобы бегать за дичью и так далее. Лежи, говорит он. Значит, это одно. Другое говорит. А Вася скажет мне. Он у меня себе придумал на работу. Ну что, бегал? И вы такие. А вот так еще второй половине скажешь. Ухудеешь, будешь симпатичный, не надо тебя бросать. И будешь бегать. И даже уже не секс, а просто, что уже куча вопросов поставлены на повестку дня в результате. И все они активизируют соответствующие нервные центры. И здесь идет дискуссия. И после этого дискуссия вы даже можете не быть в курсе, почему вы бежите. Ну то есть, если вы зайдете в спортзал и спросите, зачем там люди, кто из них скажет, что за сексом? И они, может быть, даже не думают, что за сексом. Но мы-то знаем. Чего вы? Да.